что ожидание начнем с того добрый вечер меня зовут алексей тайцев я работаю старший предмет в скалотехе и в процессе этой работы у меня возникла потребность работы с самообучением то есть когда у нас нет разметки или разметки очень мало на данных но данные структурированы поэтому можем определить как бы это естественный метрик похожести например данных если мы хотим использовать контрасте подхода или какой-то аналог к регрессии а что позволит нам учить представления для последних данных я на самом деле докладе не фокусируясь то есть не всегда фокусируясь на последних данных а потому что многие интересные новые результаты не картинки тоже а я пытаюсь на 1 в общем дать картинку и в конце немножко рассказать про то что у нас получается и не получается области просто понимает он бежит концов но надеюсь что они там тоже будет учиться дискуссии после а сейчас я руковожу лабораторией совместных приходных исследований нас браманка из колтеха а там конечно как бы есть и инженеры ресерчер аспиранты магистры как лавры мы публикуемся в чем-то более как одном чем-то более фундаментальном ну как как все так другие лаборатории там сетом со звездой то есть настолько дэстике а в двадцать первом году к одни статья на замокресенье тоже в этом году и так далее но не часто является результатом совместных проектов с нашими компаниями то есть а созидаю нас совместно с лаборатория из вера а другие статьи были в том что совместно с гаспром нефти среди тех направлений про которые я думаю и требует решение это само обучение для компьютерного зрения и для данных я начну с того что вообще такое зачем нам это нужно а затем дам какую-то иерархию того может быть встроена а дальше пройдемся по современным походам для картинок они чуть уже успели восстареть потому что когда этот обзор делал раньше не было последних уникаций про трансформеры для со сперва из да но основная идея мне кажется мне поменялись поменялся немножко набора пистик и модельки плюс там еще красиво интерпретации появились ну что ж это наверное не так важно и в конце посмотрим на то как работает самообучение для последних данных а что работает что нет и там на немножко разных проект посмотреть и в конце я пытаюсь некоторые вывод сделать а про то зачем это может быть нужно и как с этим правильно работать собственно начнем с глобальной идеи само обучение и на самом деле чем даже еще дальше а про то что когда у нас есть стандартную классическое машинное обучение то на самом деле у нас нет задачи обучения представлений представление это то что уже нам дает эксперт то есть дает некоторый набор признаков и по этим признакам нужен какую-то модельку берем например предсказываем то что клиент ведет с банком следующие три месяца а для этого какие-то релевантные признаки подберем или просто накидающий большую кучу признаков обучен модели гранят на бустинга и посмотрим что у нас получится на какое качество то есть этом случае получается что отбор признаков нас конечно кого то есть можем их немножко генерировать но собственно это пространство фиксировано и достаточно понятно устроено а если мы работаем с картинками другими сложными объектами у нас проблема несколько иная у нас есть не только задача построить по представлению классификатор который нам варитом котик это либо не котис у нас 6 2 2 моделька вторая задача а про то как по картинке построить достаточно хорошее представление которое позволит сверху классификатор построить но если у нас есть глубокая нейронная сеть можно думать что не есть голова там одни либо два пола связанных слове которые нам дают в итоге предсказания и есть тот хвост который учится самое представление которых как-то распутывает и получает какой-то вектор но относительно полезных признаков но которая может довольно быстро превратить решение нашей коллективной задачи ну наверное какая-то глобальная цель искусственного интеллекта да и локальная тоже это создать достаточно универсальное представление а то есть вместо там исходной картинки высокоразмерной а предложить не слишком высокоразмерное представление которое видимо достаточно точно описывать картинку такое что мы можем поверх накинуть очень простую модельку на не очень большом количестве данных и обучить и получить решатель и задачи классификации первой модели к и коим быть математической сегментации и оценка глубины изображения то есть там размера а длин глубины от камеры до объекта это изображен на кредитном пиксели и так далее чтобы универсальное представление делать и логично что для этого мы хотели бы использовать как можно больше данных а то взять неразмеченные данные и по ним получить самое представление достаточно универсальное которое просто антирует для какой-то задачи но это мотивация немножко стороны машинного обучения со стороны бизнеса и другие более гументарных может сказать что а такое самоучение тоже вполне оправданно то есть мы говорим про теорию познания и только люди учатся а то там тоже большую часть информации у нас поступает без разметки просто что-то видим 24 часа на 7 а то есть мы будем про детей сидеть и вообще как бы не способны это размер понимать они как никто момента просто учится что-то вокруг создавать это представление и довольно разумно на их основе действую вторая проблема более бизнесовая том что если мы хотим хорошую размеченную выборку это очень дорогой удовольствием и тут ключевое это что нам большой а то есть нам нужно своим отжинать конкретно сдачи миллион картинок и второе то что нужно быть хорошей тоже не просто людей которые будут это замечать картинки там на талоке на механику турки то качество такой разметки будет не очень высоким на самом деле и на ножнике мытельные штуки делать чтобы качество улучшилось и удивительно что нам достаточно взять там просто вместо пяти человек 100 а все равно шум был достаточно сильно нам нужно как-то искусственно видимо регулировать это работает это материально стимулом мало работает в общем это наверное всем про этот доклад но в целом а задача отдельная трудно интересно хотя не про машинное обучение ну кроме того кажется что велосище мы все данные размерить не сможем а большая часть данных останется неразначена если мы говорим про текст интернете то есть легко получить легко распарсить спарсить но что с этим делать дальше как на них нет разметка мячками а хотелось бы а страну их как-то использовать оно понятно что мы не можем использовать из для обучения сперва есть решение сперва задача она если мы используем их для решения сперва есть рады получения представлений это получится довольно естественно но отдельная задача 1 мотивация что всем этим заниматься это конечно мы умеем организовывать эффективный трансфер-модинг то есть у нас получается новая задача с не очень большим количеством картинок и достаточно хорошее представление то решаем мы ее достаточно быстро и достаточно эффективно теперь давайте посмотрим наш как а можно подобные задачи пробовать решать эти типы у нас общих делся с первой существует ну очень грубо есть статья про это можно против разбить разбить их на 3 типа это генеративная контрастная и некоторое объединение первых двух типов генеративная это про то чтобы выучить по сути энкодер и декодер то есть мы берем исходное изображение x нажимаем с помощью энкодера до некоторого представления z а потом опять разжимаем до x крышки и соответственно у нас очень естественно получается loss функция то есть просто смотрим на то насколько их похож на x крышкой и оптимизируя там энкодер и декодер параметры мы получаем достаточно качественную модель и собственно этот энкодер нам дает вот тот кусочек который нам нужен дает нам представление которое дальше мы могли бы использовать но можно идти другим путем именно контрастным и говорить о том что нам не нужен декодер а нам нужно какие-то нужно какие-то свойства пространство представления естественно например возьмем там где похожие картинки их сожмем с помощью энкодера и представления должны быть похоже друг к другу но если мы возьмем наоборот две непохожие картинки получим их представления то эти представления должны достаточно сильно друг от друга отличаться ну вот у нас уже есть почти готовая вас функция в которой участвует как раз представление наших данных а понятно что в идеальном случае у нас есть некоторая разметка что такое похожее а что такое не похожее а и в этом случае у нас все работает достаточно качественно но в постановки справа с разметкой типичный пример приложения к нас есть огромные данные и контрастный рынок у нас работа точно даже неплохо это какие-то вариации системы распознавания лиц а то есть когда мы пытаемся создать представление соответствующих конкретному а и человеку похоже все представления фотографии этого человека а в этом случае получается что у нас представление этому 30 отработан кадра а про который мы что-то знаем ну если мы приходим до контрастов мы подойдем на вход 2 игрок и x а получается 1 а тут наверное схема не очень точная я прошу прощения то есть мы получим дайте нарисую чем рисовать еще у нас как бы есть декодер энкодер там есть там y и x и мы получаем f от y ф от x а некоторое представление там не игре кейс и мы смотрим на норму разности если y и x у нас похоже то мы хотим чтобы эта штука была мало из нас y и x не похожи друг на друга то есть например это изображение разных людей мы хотим чтобы эта штука была большой все довольно естественно если у нас разметки нет то нас так я надеюсь что ответил на вопрос когда лайк блок он должен стрелочки наверное ну а я давай расскажу как это работает 2 но он нужен ну как бы он у некоторой виске это будет этим light блог как раз даст то есть на самом деле что бывает этот блок подается все-таки 1 да 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 тут наверно более правильно нарисовать вот такую вот горизонтальную линию и сказать что у нас есть там отдельный затыгрик и затыкс и к ним просто применяется одна и та же модель и модель это типа она должна сказать да или нет или или какой-то несколько классов я бы сказал что она не говорит напрямую да или нет модель у нас просто про представление а потом уже эти представления друг с другом сравниваем а то есть ну и радовать модель который уже поверх поверх да она очень она очень простая да как бы это не модель даже часто то есть мы говорим вот у нас как вот это вот расстояние то есть нашего light модель то есть мы посчитали расстояние между двумя энкодерами и требуем чтобы они были либо либо большими либо маленькими по суде в передовое расстояние в нашем случае это некоторая light модель если позволите могущей модели назвать ну дальше проекта на самом деле подробно поговорим какие-то варианты которые у нас тоже могут быть это генерируете в контрасте но давайте про них вообще забудем так много времени к сожалению можно подумать про генерировать в контрасте как например адресальное до обучения то есть когда мы еще там более сложно пытаемся различать искусственные примеры есть например ну как бы чуть-чуть подробнее поговорим про автор но такие подходы на основе а дженери этим моделей базовая идея тут опять же общим планом это то что чтобы сделать там сперва есть мы берем огромный там целый объект из него какой-то кусочек выкидывал то есть говоришь то у нас есть доступное данное и есть данные которые мы хотим предсказывать и так как у нас есть некоторая собора плане того что выкинуть вот это что-то выкидываем что-то предсказываем получаем некоторые итоговый разумный результат или не очень разумный на всяком случае если мы достаточно долго такие модели тренируем а мы получаем вот из этого автон кодера представление от этих розовых параллелепипедов и можем тоже самое делать уже на полных данных и получать уже представление полных данных и так как мы уносим там представим какую-то картинку из которой мы выкинули кусочек кусочек восстановить то логично что как раз восстановление этого кусочка нам даст семантику более простыми словами даст нам представлением то все картинки а которая достаточно полная картинка описывает а тут возможны разные варианты для цветных данных для картинок то есть можно предсказать будущее из прошлого в чистом виде авторегрессии а можно там что-то выкидывать то что он взял выкинуть со картинки то есть восстанавливать осмотр чего представление ну там типичные модели там кинуть языковые они примерно также учатся а то есть мы говорим нас есть огромный массив текстов которые мы взяли из интернета а в этом тексте как у нас все слова есть а давайте какой-нибудь одно слово выкинем замаскированного и будем пытаться восстанавливать мощь огромный закона дали там какой-нибудь берта и этот берд он будет как раз пытаться угадать кутка сон тут пропустили и мой бой штрафа зависит от того какие ответы он нам дает насколько так мы знаем маску оригинальную отличие от модели мы можем достаточно можем померить функцию потери и оптимизировать по той закон модели тут опять же у нас будет некоторые вариации здесь то что мы пропускаем но грубо говоря если мы пытаемся сказать следующие слова у нас получается какой-то аналог гпт а если мы рассказываем в середине у нас получается какой-то какая-то другая а маскированная языковая модель великое множество которые по-разному а отметим что как бы для разных данных это все может работать наш разный звук там или текст или пытаемся создать более универсальную модель а получаем то что называется контраст идите в кодинг а который включает уже сразу и авторегрессионную часть и а то есть что такое авторегрессионная часть мы говорим что у нас есть некоторый набор данных то есть у нас xd минус 3 минус 2 минус 1 кусочек например а звука у нас есть энкодер вот тут вот который получает представление и дальше есть авторегрессионная часть которая из этого представления делают некоторое представление всего что было до текущей момента и пытается предсказывать те а представление которое нас будет будешь и соответственно минимизируя лосс мы натренировать нашу модель авторегресс что-то предсказывать будущее хорошо и кроме того тренируем правильное ну разумеется если мы будем это все так явно делать у нас будет некоторый коллапс потому что можем просто взять эти все от кодинги в одну точку слопнуть у нас будет прям идеальный модель который будет идеально рассказывать поэтому мы еще добавляем еще контраст и под поговорим позже про то что если у нас есть там два разных кусочка данных то представление не должно быть прямо в одну точку сходимся там балансировать эти три типа а точнее два типа а потерь а связанных с тем что мы хотим не хотим коллапса и хотим что-то предсказывать мы получаем разумную модель которая своем роли там сотом было бы с нас там будут носить и говорить не протекста данные связанные то есть целом нас получилась такая общая картина того как у нас сейчас и в принципе разные домена они отельным образом пытаются какие-то кусочки из этого брать и брать специфично для этих доменов например там агментации либо выкидывание кусков у которой выглядит более разумно контексте конкретного домена кроме того там существует некоторый набор евреисти которые еще более эффективно то есть некоторых трюков при обучении и давайте посмотрим наверное последние статьи связанные с картинки первую очередь то есть как нам сделать так чтобы это случилось а хорошо ну можно сказать что там как раз земляненько он более-менее 100 в этой области и собственно что он пытается делать если у нас данные размечены то все понятно но для контрасте рынка для не различных данных мы оберем и генерируем тройку из якоря позитивная негативная пара и следующим способом а возьмем картинку одно и то же а сгенируем из этой картинки а две картинки при разднем кроп первой картинке кроп этой картинки разные кусочки и возьмем картинку какой-то совсем другую там собачки мы говорим что если у нас есть энкодер и мы получаем по этим двум картинкам представления а то у нас эти представления должны быть друг другу как похоже то есть после обучения нас окажется что якорь и позитивная пара то есть та же картинка но в профиль они друг на друга похоже прям на при этом расстоянии либо по космосном расстоянии и тогда а и там другая то есть мы хотим чтобы эта штука была как можно меньше вот у нас вот и получился у нас некоторые у нас удачи у нас еще вторая пара и мы соответственно хотим чтобы вот эта штука она была как можно больше вот нас получился 2 вторая часть лосса это и когда мы все это соединили начали учить это все у нас училась получили там разумное представление которое и регуляризован то есть не слишком близко друг другу и с другой стороны есть у них вот это вот свойство про близость похожих объектов естественно у нас как бы есть довольно много выборов которые мы делаем процессе обучения этих моделей вот пример того что сделать чтобы это работало еще лучше а первым нас там некоторым мира сетку и есть 1 1 степень свободы это то как мы получаем из нашей картинки а новые картинки и тут как бы оказывается что нам нужно и кроп делать а то есть когда мы вырезаем кусочек и делаем риса из исходного изображения и получаем там некоторые искаженные на похожие изображения укрыто можно против скажем цвета можно брать и голосовский шум это а чуть позже посмотрим на то насколько вот эти все факторы сильно вредно то что мы получаем а кроме того оказывается полезная следующая мистика а то есть нам неудобно смотреть на близость вот в этом исходном пространстве представлений оказывается что нам нужно правильно смотреть на некоторую проекцию этих представлений немножко другое пространство то есть мы обучаем эту простую сетку она была там какая-то двуслойная а фуле connected сеточка которая из представлений делает их проекции z и мы смотрим не на близость ашита и ажи то я мы смотрим на бизнесе за ты ты защита я задает нам некоторых по качеству как оказывается это уже работа двадцатого года и там более-менее я все изложил что у нее есть это тоже обучается двухслойная она тоже обучается конечно да а какой ограниченная степень свободы поэтому видимо она не может выучить прям все а вообще но это немножко так странно да то есть почему тогда z не братья самим представлением ну то есть вот есть какое-то ну такое пояснение вообще почему такое моё моя интуиция говорит о том что как мы как-то более делаем по сути дизонталгом этих фичей и и возможно про получаем более правильную метку как бы для того чтобы понимать соответственно самом деле я только что понял что мы примерно то же самое делаем на самом деле и вот во временных рядах то есть когда мы навешиваем там тоже сверху а пару слоев то есть мне кажется просто что нам трудно определить правильное расстояние счет в этом пространстве есть просто вот это и до расстояния может быть не очень удачной меры и на самом деле нужно придумать что-то другое что мы не можем придумать автоматически а то есть ну точнее из головы взять а когда он давляет это прожарщик от натальичка это расстояние адаптируем так чтобы она была адекватным и отражала ту реальность которым их не получить ну думаешь думаю что в этом причина спасибо но это некоторые конечно рукомахание как обычно у меня обычно вся наука немножко про это конечно оказывается что можно сделать еще более странную штуку она которая будет показывать этот результат а именно можем взять ту же часть которая была у нас раньше то есть нас есть как бы две сеточки одно заем онлайн сеточкой другой торги сеточки а мы сначала берем вот эту проекцию view а потом делаем некоторое представление а вот это наш линкодер опять немножко другом база чем тоже был как а потом если та самая проекция ну и вот это есть некоторые prediction не так важно на самом деле а то есть получаем еще похоже кто-то за это я за все штрих то есть не должны быть друг на друга похоже вот такой форме написано представление мы делаем например тем же способом то есть там либо разного рода агментации применяем картинки а но это то что в принципе было на прошлом слайде все а что важно это что первых мы очень только одну сеточку то есть мы онлайн обновляем а таргет это на самом деле скользящая средняя по предыдущим шагам обучения онлайн такую такое усреднение сглаживание и пытаемся что вот эта наша новая сетка выдавала прогнозы похожие на таргет это у нас нет коллапса то есть нас вот это все не сливается одну точку а и второй комментарий это то что на самом деле нам тут не нужно не нужны не негативная пара сайт лосс определенности что на позитивных парах это удивительно самом по себе то есть наверное такой интересный эффект про то что только позитивные пары нужны странам и коллапса а можем избежать видео коллапса можно убежать сглаживающей части а которая не дает как бы свет всему этому в одну точку и мы там все таки на немножко разные сети смотрим ну и то есть можно что у нас такой регуляризации нет но все равно все работает мотивация зачем может будем смотреть конопистивные пары наверно тут можно две мотивации привести а первое что наверное это будет чуть быстрее учиться и от наверно это важно в контексте то что эти модели они очень тяжелые и вторая мотивация это наверное то что на самом деле когда мы там стандартный способ сэмплирования вот этих негативных парам просто берем там случайные две картинки кори что они должны быть не похожи на друга понятно что где-то мы будем ошибаться и наверное вот эти вот то есть в игре можем случайно взять из огромной кучи где похоже будет не очень хорошо работать такого рода ошибок избегаем и наверное поэтому получаем в том числе более качественно модель то есть у нас нет таких ложных негативных примеров как всем можно еще раз об этом модель то есть у нас здесь можно еще рассказать то же самое на самом деле то есть по шагам примерно то же самое то есть есть там генерация эмбэйдинга дальше мы взяли нашу сеточку получили представления а вот где-то вот называют вот наше представление потом получили 2 2 м aunt а потом еще она еще она еще на проект сделали там совсем и листика получили соответственно вот представление вот представление посчитали ника растения не для представлениями хотел чтобы она была небольшим Отличие от предыдущего в том, что тут мы не используем негативные пары. Раньше у нас было две компоненты, то есть мы смотрели на то, чтобы анкор был близок к позитивному, далек от негативного, а тут мы требуем только то, чтобы анкоры позитивные, то есть якорь и позитивная картинка, они были на друга похожи. То есть мы не требуем, чтобы негативные пары были далеки друг от друга. А как же вот то, что вы в самом начале говорили, что все нулем сделаем, вот у нас как-то нулевой волос. А за счет чего, да, почему-то вот это естественное возражение, и за счет чего, кажется, они тут борются с этим эффектом. Они говорят, что давайте попробуем взгладить, то есть мы возьмем как бы это не одну и ту же сеточку, а попробуем взять как бы одну сеточку в таргет, который мы пытаемся смачивать с онлайном, это будет некоторая сглаженная сеточка. То есть мы берем, обучаем, берем как бы некоторые 10-20 последних сеточек, как-то сгладили параметры и пытаемся сделать так, чтобы наша новая сетка была на них похожа в процессе обучения. То есть смотрите, вот у нас как бы нижняя картинка идет по таргету, через таргет, вот она, Fx, это наш таргет, а верхняя сеточка идет через сетку, которую мы учим Fx. А как мы получаем Fx, то есть вот у нас как бы какой-то процесс обучения можно представить. И вот как бы у нас в данный момент мы хотим сделать коридентный шаг для Fx, это мы взяли несколько сеток чуть пораньше, и взяли их там у средней, получили Fx. Вот так это работает. Сейчас, то есть мы как-то требуем, чтобы Ft это было усреднением от Fx? Я правильно понял? Да, да, Fx это некоторое усреднение от предыдущих шагов. То есть, на той картинке, которая ниже, где фотография с собачками, раздвоилась, вот эти сетки, это как бы MLP, про который идет наверх. Смотрите, вот эта штука, Fx, это вот эта сеточка, то есть это некоторая просто сглаженная версия. Ну, сейчас это большая сетка ResNet, да? Да, 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 да. Но вот наш откодер, это большая сетка ResNet, да. Снизу это вот такой единичный, мы взяли его в конце, о, сверху, прощение. Снизу это некоторое усреднение, некоторая исходящая средняя. Ну, то есть, и мы хотим, чтобы вот эти два ResNet'а были одним как бы сглаживанием другого. Ну, мы хотим, то есть, у нас вот это снизу, он просто сам по себе сглажен. А мы хотим, чтобы вот этот Fteta был похож на Fx, на сглаженную версию себя. Но Fx, и Fx, и Fteta, это оба ResNet'а, я правильно? Да, да, да. Это оба сложные, некоторые сложные сетки с одинаковой архитектурой просто Fx, это некоторая сглаженная. Ну, когда мы обучаем, мы обучаем Fteta только одну сетку, а вторая как бы уже не обучается. Мы просто берем… Ну, второе мы взяли из истории просто, да. Все, спасибо за вопросы. То есть, вот такой странный эффект мы наблюдаем. Ну, чуть-чуть позже поговорим про некоторую теорию связанную. Ну, прям вскоре, потому что у нас времени не особо много. Ну, поговорим немножко еще про то, как можно мерить качество этих штуков. То есть, как понимают, что одна сетка, то есть, на момент лучше другого. Возьмем это, можно знать. Обучим вот с вами self-pervice представление. Мы померяем качество линейного классификатора, который обучен на сверху, на вот этих самых представлениях. То есть, мы получили представление и сверху накинули, по сути, лог-регрессию. И посмотрели, как зависит от количества параметров в модели, качество ImageNet. Оказалось, что все не так плохо. То есть, если мы возьмем вот этот байол с прошлого слайда. Возьмем какую-то, ну, относительно нормальную суперва сетку, которая обучена на метках. То байол у нас будет работать сравнимо. Причем он будет работать тем лучше, тем больше у нас параметров. То есть, видимо, у нас все-таки нужна некоторая избыточность в моих представлениях, чтобы это нормально заводилось. Ну и, собственно, получается у нас сравнение качества, ну, вполне достойно, по-моему. Из-за того, что как бы мы как-то специально не тренились. Ну, можно по-другому попробовать построить, наверное, то же самое. Взять, попробовать законтюниться на другие датасеты. То есть, либо мы всю сеточку немножко дообучаем, либо берем, опять же, вот этот линейный способ посмотреть на то, насколько хорошая сеточка. То есть, по сути, вот линейный слой сверхтренировок. Видно, что у нас получается как бы не хуже, чем в Superwise модельке. Для разных, там, других наборов данных. То есть, и для еды 101, и для сана, который про какие-то там views, и так далее. То есть, ну, причем интересно, что эффект, как бы, для разных датасек у нас все немножко по-разному. И, в некоторых случаях, мы прям чуть-чуть выигрываем, никто сильно проигрывает. То есть, я, честно говоря, не очень понимаю, как сейчас говорят про то, что лучше, что хуже. То есть, как понять, зайдется со Superwise или нет для нас. Но видно, что везде он работает не сильно хуже. То есть, прям, больших падений. А тут в точности нет между Байолом и какими-то Superwise вариантами. И для там Superwise, и случайной реализации. Но видно, как бы, что в топе у нас как бы всегда вот либо вот эта сеточка, либо Superwise подход. Ну, есть там СИМС и СИЛАР, который, как раз, вот, я рассказывал чуть-чуть раньше. Так, ну, в целом, может то же самое сделать для других задач, то есть для значения определения схематических имитаций для текстов объектов и для детективной глубины. А интересно еще, что качество от этих моделей довольно сильно зависит от того, как размеры нас бач, нам нужны большие пучи, чтобы все это училось. То есть для Superwise модели это все не так критично. А для Superwise это довольно неприятный момент. То есть нам нужны огромные силы памяти, чтобы все это тренировать. Но при этом авторы статьи утверждают, что они сильно лучше, чем в этом смысле, чем СИМСИЛАР. Но мы все равно видим деградацию вниз, чем меньше размер бача, тем у нас хуже. Другой пример, другой интересный, как в облачной стадии, это как мы можем, какие вот агментации нам нужно делать. То есть если мы возьмем там все агментации у нас будет топ, а если мы не будем использовать там Grayscale картинок, то у нас и убоевая у СИМСИЛАР качество падает, если как бы разные искажения цвета индивы у нас еще сильнее падает, А если используем только crop и blur, то еще падает сильнее, и только crop еще сильнее. То есть видно, что у нас все четыре компонента оказались важными. А то есть, наверное, если придумать еще одну агментацию, то у нас все будет еще лучше работать. А если мы, конечно, сможем найти такое огромное количество мошенничества, мы все это обычно всегда в компакте. Ну вот и не менее любопытно, что вот это все является критичным для того, чтобы получить 100 результатов. Ну, существуют другие подходы, там это 2021 год, а, пожалуй, мы это все пропустим. Пару слов, что существует некоторая работа. Кажется, возможно, именно эту работу кидали в чат, сейчас посмотрим. А нет, это еще другая работа. Теоретическая про то, что в целом мы можем как-то попытаться упростить наши модели понять, почему это все работает. То есть взять не огромный, а взять небольшой план связанную сеткой, поставить какие фичи он выучивает, когда мы учим его в режиме без негативных пар с отглаживанием. Оказывается, что это тоже вполне может учиться, если весьма агментация дела. Другой, как бы, любопытный эффект, который мы как раз смотрели, это то, что можно ли как-то отличить сперва с оптимацией. Сперва с оптимацией. И оказывается, что да, можно. Сперва с причем-то получается более узким. То есть мы берем наши две модельки. Сперва с стандартным. Файтюним на одну и ту же выборку. И пытаемся выйти из локального оптима. Как можно быстрее, то есть можно быстрее нарастить лосс, то сперва с оказывается более устойчивым. Сперва с почему-то оказывается менее устойчиво в наших экспериментах. Хотя нам казалось, конечно, что должно быть наоборот. Другой эксперимент примерно то же самое. То есть мы пытаемся как бы кидать эти стороны. Тут уже какие-то случайные стороны от оптима. И у нас белый, более белый цвет соответствует более низким значениям. А более черный, более высоким. Видно, что вот окрестность оптима, она закрашена черным, гораздо толкнеет. То есть гораздо быстрее попадаем в области плохие. Другой интересный эффект. То, что, видимо, эти оптимы расположены в немножко других областях экстранств и функций параметров. То есть для того, чтобы дойти до локального оптима для другой задачи, для сэспервайз-подхода, нам нужно идти дольше в терминах нормированных два расстояния между параметрами исходными и теми параметрами, которые мы сошлись. Ну, и оптимизация ли не идет. И относительно вот этого вот L2 норма. Мы один норма между параметрами. Больше то, что сэспервайз-то не как-то, видимо, лучше конструироваться. Ну, пару комментариев про то, как это все работает или не работает. То есть первый пример, который я перейду, это когда мы пытались воспроизвестись CPC и посмотреть, как это все работает. Напоминаю, что там есть компоненты про контрасте, компоненты про предиктив. То есть мы растаскиваем представления и пытаемся их предсказывать, эти представления о будущем. Мы используем какую-то разумную сеточку и смотрим, как все обучается. Видно, что обучается все очень шумно. Видимо потому, что нам нужно, опять же, брать большие размеры бачи. Если мы возьмем бачи, они достаточно большие, у нас все будет очень шумно. Кроме того, нам нужно очень много данных. То есть мы тут пробовали взять 1% данных, и получается все сильно хуже. То есть вот у нас результаты, которые мы получили, вот результаты в статье. Отличие в статье от нас в том, что мы использовали просто меньше данных, меньше бачи. Видно, что это критично влияет на результат, который мы получили. То есть мы уже очень мощные машины. что представление обучает. Другой пример приложения, более позитивный, это как можно обучать представление для обучательных данных. Вот пример event sequence, а именно транзакционные данные. То есть мы берем человека, он куда-то ходит, что там покупает, получаем обучательные события. В каждом случае у нас есть некоторая сумма, которую он потратил, и категория. То есть магазин, аптека, одежда и так далее. А как можно устроить в этом случае self-previce learning? А способ, который предлагают авторы, бывают Дмитрий и его авторы, это взять вот у нас предпочтительность событий для одного клиента, предпочтительность событий для другого клиента. Возьмем две предпочтительности, возьмем наш энкодер, получим два эмбэдинга. Соответственно, если у нас два эмбэдинга для одного клиента для двух предпочтительностей, то мы должны их как можно ближе друг к другу собрать. Если у нас эмбэдинги для двух клиентов, то мы хотим их растащить как можно больше. Если мы там введем правильную LAS функцию и немножко пошаманим насчет этого, то получим опять высокий результат. А тут, что показано, взяли представление, взяли там руками сгенерированные фичи на основе этих транзакционных данных, взяли супервайз подход, взяли fan-тюнинг и оказалось, что когда мы используем вот эти эмбэдинги, которые мы получаем с помощью контраста лейдинга, мы получаем некоторый прирост. Интересно, что тут они брали и руками сгенерированные признаки, и эмбэдинги, и получали прирост. То есть у нас как бы потенциал эмбэдингов не исчерпан, видимо. И мы что-то все-таки не учим, что люди могут разумно генерировать. Это что за датасак? А, тут две открытых выборки. В одной у нас есть транзакции, по ним должны предсказать возраст. Там четыре группы возраста, то есть четыре бина, четырехклассовая сдача классификации. Я сдачу классификации пол, а тут у нас было два класса. И мы опять же пытаемся там... Sorry, 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 тут мы просто предсказываем непрерывную величину. А тут мы просто для двухклассовой сдачи меряем рок-аук. Там данные, в смысле дата. Просто там это было на каком конкурсе, и там было такое решение, что на 8 марта, если большие траты, то это мужчина. А если на 23 февраля, то это женщина. То есть если в этих данных были еще даты, то интересно было бы сравнение с такой простой юристикой. Ну, тут я сказать ничего не могу, но, наверное, как бы можно что-то... Ну, то есть, наверное, вот эти все handcrafted features. Ну, то есть я подозреваю, как бы это работа у Сбера, то я думаю, что они подозревают, что они взяли довольно разумный набор руками собранных фич, которых, возможно, что такое тоже есть. Но тут я уже не могу сказать внутри, потому что я не автор этой работы. Спасибо. Спасибо за вопрос. Интересно, что они тут еще берут эмбэддинги и сверху навешивают лайки бэм. То есть это отличается от той стратегии валидации, которую мы видели раньше для картинок. То есть там мы использовали гораздо более простые линейные модели, либо делали фантином. То есть тут мы тоже делаем, но используем более сложную модель. Он топов эмбэддингс, лайки бэм, вместо линейной модельки. Ну и сравнивали тут тоже CPC, который оказался похуже. Контрасты прийти в кодинг, про который мы говорили пару раз раньше. И дальше они пробовали разные дизайн-чайсы смотреть. То есть у нас качество зависит от наших выборов в процессе работы модели. Оказывается, что ГРУ тут работает получше. И в целом это более обобщаемый результат о том, что если у нас есть данные, которые не совсем типичные, не просто слова, то нужно тестировать более широкий набор моделей. То есть нужно не только взять трансформер максимально глубокий, а нужно что-то еще другое пробовать. Причем там оказывается, что ГРУ там может быть лучшая система, хотя для текстов обычная картинка немножко другая, например. А тут это может быть связано с тем, что выборки не очень большие. То есть возможно все возьмем данных побольше, а то трансформер там выиграть. ГРУ АЛС-ТИНа тоже ГРУ выиграть. Но тут получается как получилось. Насколько я помню эти выборки там достаточно средних размеров. Кроме того, там они смотрят на разные лосы. Видно, что это довольно сильно. А зависит, есть некоторые самые хорошие лосы. Ну, которые, собственно, есть пару слайдов назад. Посмотрите. Какой-то глубокой интуиции, по-моему, нет. Просто берем там стандартный на трассе лос и добавляем еще там некоторые маржины. Получается получше. Ну, кроме того, мы видим сильный, ну, как бы значимый эффект, как мы сэмплируем позитивные и негативные пары. И, как бы, если мы делаем неправильно, мы тоже теряем немножко в качестве. Так, наверное, пожалуй, пропустим. Немножко еще поговорим про то, как можно то же самое делать для данных из нефтянки. Там, ну, берем данные бурения. Там не очень большое число признаков. И делаем примерно похожий подход. То есть берем из нашего там ряда 2 тысячи, а под выбор там длины 100 либо 200. И смотрим на схожесть между этими парами интервалов. И, собственно, у нас получается как раз такая обучаемая модель, которая позволяет нам, на самом деле, обратно еще получать представление этих скважин целиком. То есть мы обратно эти семилариты скоро собрали, у нас получилось то, насколько скважины похожи друг на друга. Это нам нужно, чтобы, например, когда у нас есть новое месторождение, мы там пробурили одну скважину, посмотрели на какие скважины похожи из других месторождений, и приняли решение о том, на что это похоже и как с этим работать. В этой сказке у нас примерно те же сюжеты, что и в предыдущих. То есть все зависит от того, как мы сымплируем эти пары, а что только негативная пара, что только позитивная. В данном случае можно сказать, что позитивная пара – это пара интервалов, которые принадлежат одному интервалу по одной скважине, а негативная, когда у нас есть две разные скважины. Но можно по-другому определять и сказать, что позитивная пара – это пара интервалов, которые по глубине одной скважины отличаются не больше, чем на 100 футов. Почему бы и нет? Это будет немножко по-другому работать. Дальше, когда у нас есть два интервала, берем модель машины обучения, которая предсказывает о ней из одного или нескольких скважин. А тут какой-то вариант – триплет лосса работает нормально. А что интересно, какая стратегия валидации могла быть использована, если бы у нас была разметка, то есть у нас есть соиспроваясь подход, и нам нужно понимать, как представление разумно или нет. И первый вариант – действительно попробовать на комплективного стрим таски, посмотреть, как все это работает. И второй вариант – попробовать сравнить это с какой-нибудь другой разметкой, взявим, например, кластеризацию. То есть мы получаем представление интервалов либо скважин, и мы можем запустить кластеризацию, которая забьет эти все наборы представлений на какие-то группы, однородные с точки зрения представления, с точки зрения тех моделей, которые мы обучили. И можем сравнить это разбиение с тем разбиением, которое получается каким-то естественным образом. Мы взяли эксперта по баррению, он разбил эти скважины на группы на 10 типов, и у нас тоже получается другая кластеризация. Ну, соответственно, так как мы порядка не знаем, нам хотя бы как-то сравнить два разбиения. И тут мы берем там стандартные метрики кластеризации. Ренд-индекс, adjusted-ренд-индекс. И видно, что тут эти вот штуки, они чем больше, тем лучше, и там чем ближе к низу, тем лучше. То есть получается вполне себе хорошие результаты. Тут как бы разные варианты моделей, но там прям большой разницы у нас тут в этом проекте не было. Собственно, как бы вот то, чем мы дальше продолжим заниматься, видимо, улучшением такого рода моделей и пониманием того, как правильно можно было бы их использовать. А если пытаться делать общие выводы про то, как были со справа с 21-м году в час или последних данных, то можно сказать, что он возможен. Возможен на больших данных и на правильно определенных контрастах. Похожи, не похожи примеры. Кроме того, выбор конкретного генеративного либо контрастного обучения зависит от задачи. То есть это будет работать что-то одно, где-то другое. ГБТ-3 – хорошее в том, чтобы генерировать дальше текст, а для других задач, чтобы классификация текста, возможно, что другое будет работать лучше. Кроме того, на самом деле, то, чего не хватает в непачественной литературе, но что важно – это как правильно делать контюнинг, то есть можно выглядеть как-то лучше, исходя из каких-то доменных знаний или в целом. То есть понятно, что у нас есть некоторый протокол, по которым мы считаем, сколько алгоритм хороший. То есть накинули наверх представление градиентный бустинг либо линейная модель, посмотрели, как это все заводится, либо не заводится. Но, наверное, как бы можно пробовать как-то более интересно смотреть и более интересно делать контюнинг, если у нас там данных мало, либо данных много. Кроме того, критичным приходилось к проблемам, оказывается, то, какие агментации мы используем. И, собственно, наверное, что имеет у нас тоже делать – смотреть, как разные типы агментации для временных требований будут влиять на итоговое качество. Ну и последний вывод тоже у нас будет решительно о том, что, видимо, такие модели будут требовать очень много времени и памяти, чтобы работать оптимально. Ну и какой-то инженерной смехалки и навыка, чтобы все это запускать, чтобы все это работало. Ну, пожалуй, на этом я закончу. Осталось буквально последний слайд про то, кто мне помогал делать презентацию и там получать результаты. Всем спасибо большое за то, что слушали. И спасибо моим коллегам за то, что мне помогали. Спасибо большое. Задавайте вопросы, пожалуйста. Не стесняйтесь. Ну, может, я задам первый вопрос. А каким-то табличным данным насколько это можно применять? И под вопрос, что представим себе… Сейчас в биологии, грубо говоря, каждый месяц генерится новая матрица с размером миллион сэмплов на 20 тысяч фичей. Это так называемый single cell секвенирование. Причем фичи, названия одинаковые – это гены. Человеческие гены. Они раз и навсегда фиксированы. И люди как-то пытаются… Ну, некоторые там, получается, строить представление для этих данных. Не очень понятно, насколько это биологически сейчас нужно или не нужно, но такая деятельность существует. Не знаю. Ростроение представления для табличных данных – это отдельная область. Я там меньше смотрел, что происходит. Но, в целом, как бы это вполне существует. Единственное, что, по-моему, все эти представления получаются не то, что прям очень крутыми, очень хорошими. Ну, то есть, мы пытались, например, исполнили статью, по-моему, в Google. Я написал про то, как можно построить представление на основе неравнистетки для табличных данных. По-моему, это называлось tabnet. Но могу уже ошибаться. И они сравнивают за граниантным бусином. В статье у них, как бы, получается, что они работают лучше, чем брендный бустинг. Но оказывается, что, как только мы начинаем тюнинг гиперпараметры и брендного бустинга, сразу, внезапно, нейронные сети работают лучше. Я бы сказал, что для табличных данных как бы пообщение и представление работает пока, в общем, нет алгоритма, который позволяет нам более интересные результаты получить, чем то, что у нас есть в мире. Это только пока или это вот… Сколько это фундаментальная проблема, мне не очень понятно. То есть можно ли создать какой-то бод… Мне кажется, в целом это проблема применения нейронности к табличным данным, а то, что когда у нас как бы эти табличные данные разумные признаки, то трудно из этого что-то извлечь. Не знаю, может быть проблема связана с тем, что нужно как-то все это правильно нормализовать, куда-то все выстраивать, что было красиво. Но… Но это моя гипотеза, то есть просто я в эту область смотрел чуть-чуть меньше. На самом деле было бы забавно посмотреть на то, как будет работать для табличных данных, что зайдет, что нет. А тут на самом деле получается, что нужно как-то агментации делать правильно. Например, правильно автоэнкодеры. И правильная агментация для табличных данных – это что-то, видимо, завязанное на экспертное знание. То есть мы знаем, какую фичу можем проходить, какую нет и насколько. И кажется, что это все трудоемкое. Основной профиль будет именно того, как правильно я тебе сейчас смотреть. Я бы сказал так. Но при этом, я наверное еще добавлю, что если мы переходим от табличных данных к общательствам, табличных данных, то тут уже можно получать более интересные результаты. Спасибо большое. А вот, кстати, об аугментации. То есть с картинками более-менее есть много принятых методов аугментации, а что вы применяете для временных рядов, когда у вас там много признаков? Ну, тут у нас было не очень много признаков, поэтому... А тут, собственно, как бы подход должен быть. Я бы сказал, что мы находимся просто для временных рядов немножко в другой ступени развития таких методов. То есть мы видим, что тут, например, взяли просто предприятие, и вот никаких аугментаций с ними не делали. Ну, и это вполне себе заработало. То есть просто смещать последовательность друг относительно друга, и этого достаточно без аугментации, да? Ну, этого, ну, наверное, как бы будет в каком-то виде достаточно. Наверное, можно правильную аугментацию сделать лучше. Но мое предположение о том, что эта правильная аугментация, она будет довольно сильно завязана на конкретной предметной области. И, как бы, не факт, что существует какой-то универсальный метод. То есть, ну, наверное, можно сказать, что у нас будет отдельная, как бы, правильная аугментация для нефтянки и другие правильные аугментации для, там, аудиосигналов, среди правильной аугментации, я не знаю, для фимин-активити-рекогнишин, когда мы собираем там данные, для того, чтобы понимать, там, человек идёт или бежит и так далее. Ну, а в целом, как бы, сейчас, у меня сейчас там есть мини-проект, который как раз про это, про то, какие аугментации правильно делать. То есть, там, в принципе, есть билетека, которая это делает. И давайте прям позапускать и посмотреть. Но, к сожалению, прямо сейчас у меня ответа для того нет на этот вопрос. Ну, возможно, он будет чуть попроще. Спасибо. Если позволите, общий вопрос. Да, скажите, пожалуйста, вот вообще сейчас будутся работы в части создания каких-то таких универсальных нейронок, которые бы могли работать не только, допустим, со зрением, да, отдельно, отдельно со звуком, отдельно с текстом, да, какие-то такие общие. То есть, это вообще возможно, в принципе, вот в перспективе, или же, на мой взгляд, это вообще вот направление, которое тупиковое, и все будут работать исключительно под конкретные задачи. Спасибо. Ну, я бы сказал, что мультимодальное. То есть, у нас есть модальный звук, модальность картинки, там, модальность тексты. Это реальность. И таких статей публикуется, мне кажется, довольно много. И, как бы, всем это интересно в том, что это интересно сберу. И кажется, что до какой-то степени это работает лучше. Но там есть некоторые нюансы. То есть, когда я там тоже немножко это трогал, ну, не знаю, скажешь, чтобы легко подруг погружался, то там возникают некоторые проблемы, как такие модели учить. То есть, там нужно, например, ленингрейты отдельно подбирать для каждой модальности, чтобы это все, ну, в итоге получилась какая-то разумная результат. Ну, причем это делается, там, каким-то шаманством немножко. Ну, то есть, кажется, что, да, какой-то добавочная штука от этого есть, но кажется, что она не будет прям очень большая, честно говоря. Хотя, я бы сказал, что я не очень компетентен отвечать на этот вопрос. Если можно, я прокомментирую. Я просто недавно слышал доклад. Это французские люди, ну, точнее, Иван Лаптев, работающий во Франции, они назвали «Видеоберт» такую штуку. И там, как бы, постановка задачи такая, что вот у нас есть видео и субтитры. И дальше мы, как обычно, маскируем слово в субтитрах и стараемся его предсказать. Но мы используем не только текст, но используем еще и видео. И их, как бы, ну, то, что они говорят, что им с помощью видео удается несколько улучшить предсказание чистого горта. Вот. Ну, насколько это там рабочая технология, пока непонятно. Ну, в принципе, я так понимаю, что задачи такие ставятся, как приучаются. Здравствуйте. Вопрос на тему более структурных представлений. Я хидан. Тлоев последний, да, тем, как мы их кодопроектим. Вот. Встречали что-нибудь такое, например, чтобы там деревья закодировать. И что-нибудь еще такое более структурное. То есть я с картинками, когда мы хотим не получить ни один вектор для всей картинки, а, допустим, сегментацию кодировать. Все-таки работают постепенно, они немножко начинают появляться. Но буквально там... Ну, это вообще-то улитка, я бы это работал. Несколько. И, на самом деле, мне кажется, что правильно тренировать это все там в рамках нескольких задач. И, наверное, это будет там работать лучше. То есть разный вариант. То есть вот то, что она прямо делась там в CPC. То есть у нас есть там... Не то, что несколько модальностей, несколько задачных тренировать. И это, наверное, будет лучше работать. Но как все это сопрягать? Мне кажется, что сейчас мне не очень нравится, что как бы это все было ввести. И, скорее всего, пока другого, наверное, ответы не будет. Как нам чуть-чуть улучшить модель? Ну, кстати, вот, наверное, правильный вопрос тут. Такой санитый человек о том, как это все должно работать. Это вот у нас есть какая-то огромная модель, которую мы там обучили на Imaginate. Дальше мы показали этой же модели выборку самолетов. Как правильно дофантюнить эти представления, чтобы они остались не менее полезными, даже более. То есть как мы можем внести информацию про дополнительные данные и при этом не забыть то, что у нас было раньше. То есть мы знаем о том, что у нас все довольно быстро забывается. То есть есть такой эффект, как catastrophic forgetting. То есть если мы там очень сильно зафантюнили, мы просто забыли то, что было раньше. Как бы на старой сдаче это уже будет работать за большим трудом. И как с этим бороться? Ну, наверное, существуют некоторые способы. Наверное, этот развод как правильный способ, наверное, ответ в том числе на ваш вопрос. Тоже пытаюсь что-то развить. А вот сейчас про этот вопрос, что как правильно зафантюнивать? То есть что-то известно? Ну, я могу сказать, что мне известно. И мы тоже пробовали такие штуки делать, но там все довольно в простом уровне работает. То есть там стандартный вариант, как бы вообще не fine-tuning. Берем случайно цивилизацию. Обучили, получили. Второй вариант. Там взяли вот это, которые получили как инициализацию. А обучили, получили тоже какую-то модель, которые обычно лучше с ним справедливо делаем. Но зависит от того, насколько у нас домены сильно похожи. То есть на некоторых случаях мы можем вот такие подходы особо по качеству не различить. Ну, третий подход. То есть мы взяли вот эту инициализацию. То же самое. И дальше еще добавили в loss вот такое что-то. было тета-0. Мы говорим, что мы от тета-0 далеко не отходим. А получается лучше. То есть не сильно забываем. Плюс, по сути, такая регуляризация. Более приятная. И там второе. Ну, второй вариант. Это когда мы используем аналог distillation, knowledge distillation. То есть когда мы хотим, чтобы там x-крышкой от тета было похоже на y-крышкой от тета-0. То есть когда прогнозы у нас должны быть похожи на каких-то, например, старых данных. То есть мы должны не сильно уходить в сторону от этого. Ну, я бы, как ни странно, это два основных метода. То есть называется L2SP, кажется, третий, четвертый метод называется Delta. И несмотря на то, что на практике кажется, что это прям очень важно, но мне кажется, что это менее зрелый образ с точки зрения алгоритмов. И можно что-то более интересное придумать. Правда, у нас это не получилось. Мы потратили на похожий проект месяцев в 6. А в итоге мы его закрыли. Потому что ничего равномерно лучше у нас не получалось, к сожалению. Ну или там, на самом деле, еще, наверное, вопрос в том, как правильно мерить качество. То есть у нас, как правило, это будет разница несколько процентов. Или доли процентов прям. В этом смысле получается. Мне довольно трудно понять, что мы разработали с тобой качественное. А что-то, что на порядок будет лучше работать, к сожалению, такого нет. В этом случае я так не знаю. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. И еще вопросы. Мы стесняемся задаем. Так. Ну, если у кого вопросов нету. Последний кол, как говорится. У меня тут есть вопросы? Да, я вот еще хотел спросить. Может быть, немножко не совсем в теме. Недавно была забавная статья про то, как что-то вроде того, что GPT-2 models, а Universal Sequence Computers или что-то в этом роде. В общем, речь шла о том, что люди берут GPT-2 модель, которая натренирована на языке, и подстраивая просто layer-dorm параметры, адаптируют ее к совершенно разным деталям. Ну, там, например, предсказывают потребление электричества или еще что-нибудь. То есть идея у них была такая, что, возможно, GPT-2 выучивает какие-то темперальные такие вот patterns, которые могут быть полезны в других данных. И понятно, что это уж совсем радикальный fine tuning из совсем другой области. Вам встречалась эта статья? Вы видели разговор на эту тему или нет? Ну, разговоры я видел, но, к сожалению, саму статью прям подробно не читал. Да. Ну, да, она воспроизводится довольно легко, на самом деле. То есть там просто чуть ли не 10-15 строчек на PyTorch, поэтому было бы интересно, какой у другой людей опыт. У нас, в общем-то, кажется, работает как не смешно. Это забавно. На самом деле я слышал про другой немножко проект, который называется Neural Profit, то есть это парензирование временных рядов. А с помощью нейронщики там была идея в том, что как можно там закодировать нашу информацию про сезонность, тренд. Вот эти все там стандартные слова, которые обычно говорят, точнее, говорим, до 50 назад. А там, к сожалению, тоже скорее негативный результат. То есть там размером лучше ничего не получается. Возможно, взять там ГБТ прямо, который обычно на огромном количестве данных, то будет так и получится. То есть тут, наверное, опять ключ в том, чтобы взять хорошие, обычные модели, обычно на огромных выборках. Хотя и совершенно других данных. Совершенно другая модальность. То есть это как-то очень удивительный подход, очень удивительный результат. Ну, к сожалению, да. Но не все объяснимо то, что происходит сейчас. Ну, может, мы это поймем чуть позже. Может, мы поймем. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Еще вопросы есть у кого-то? Ну, хорошо, видимо, вопросов больше нет. Алексей, спасибо огромное. Очень интересный рассказ. Вот. И всем спасибо, кто слушал. У нас доклады происходят достаточно регулярно. Подписывайтесь на наш канал «Сперлога». И если кто хочет рассказать, то тоже пишите и расскажите нам. В общем, всем всего хорошего. В общем, до свидания. Все очень слева. Спасибо большое. Было приятно вам рассказывать, учесть на вопросы. Спасибо.